Венеамин Шорохов Венеамин Константинович умер, а Владимир Гальперин тяжело заболел. Сборник стихов доработала Галина Коннова, дочь Шорохова. Она рада, что смогла закончить большой труд отца. Когда я издала эту книгу, я летала на крыльях, я ее всем дарила. Вот издали 150 экземпляров, они все разошлись. Вот сейчас мне осталось чуть-чуть, я их должна раздать, кому обещала, еще не дала. Так что вот такая вот история. В ходе презентации гости вспомнили об истории города, а также послушали представленные в сборнике стихотворения. Одним из издателей «Думы о городе Видное» выступила Алла Зусман. Большую работу провела, я считаю, Галина Коннова, дочка Вениамина Константиновича. А я осуществила литературную редакцию этой книги, после чего думала, что она уже может быть для читателя какой-то интересной находкой. Председатель литературного объединения имени Филиппа Шкулева Алексей Зименков рассказал об уникальности этой книги. По его словам, судьба Вениамина Шорохова напрямую связана с городом «Видное». Жизнь города «Видное» и его жизнь – это вот единое целое. Все было на его глазах с его участием. Поэтому это вот то, что можно назвать поэма о «Видном», это написано современником, участником жизни города «Видное». Сборник стихов был издан около года назад. Одними из первых с ними могли ознакомиться шкулевцы, которые и решили организовать презентацию книги. Своими впечатлениями от прочитанного поделилась Татьяна Бирюкова. Считаю, что книга очень нужная. Очень нужная, потому что даже немногие знают, что вот наш город – это был практически Москва. Дума о городе «Видное» стала стихотворной летописью, где в поэтических красках можно узнать об истории нашей малой родины значительно больше. Арсений Рогозянский, Егор Хлябич, Елена Кошелева. Видное ТВ.